Стефан, как ты считаешь, насколько важно знать традиции культуры народов, которые населяют наш крымский полуостров? Это крайне важно, потому что народ у нас крымский, сплоченный, объединенный, несмотря на все национальности, люди между собой уживаются, хорошо общаются. Сейчас мы, кстати, подчеркнем новые подробности об чешской общине. В гостях у нас Наталья Непраш, председатель общественной организации Крымской культурно-просветительской общества Чехов, Волтава. Доброе утро! Итак, насколько нам известно, у вас вскоре запланированы праздники. Расскажите, что это за праздники? 28 сентября у нас запланирован праздник 155-летия села Братскому. Он приурочен к третьему переселению Чехов на крымские земли. А как будет проходить это мероприятие? Мероприятие будет проходить в селе Братское, это Первомайский район. А что запланировано? Может быть, это будут песни, танцы? Сколько людей будет? Это будет многовекий праздник. Сначала это будет возложение цветов и память погибшим во время Великой Отечественной войны. Потом это будет выставка народно-прикладного искусства. Потом запланирована концертная программа, где выступят фольклорные ансамбли «Девчата из Камрата», это село Братское. И также детский фольклорный ансамбль «Слонечка», это село Багемка, Нинилобаново, это Джанкойский район. Также будет представлена выставка картин нашего художника чешского Кусия Станислава Иосифовича и молодой художницы нашего, члена нашего общества Ольги Качановой. Также у нас будет все это завершено дегустацией крымской кухни народов Крыма. Это будет чешская кухня, украинская, крымско-татарская. Вот расскажите про чешские блюда, пожалуйста. Вот очень интересно. Ну, чешские блюда, они на самом деле очень простые, в то же время они очень сытные и питательные. То есть на всей территории, наверное, не только России, но и Европы, они очень популярны. Чешская кухня включает в себя обилие мясных блюд, это большие порции, очень интересные выпечки, десерты. Ну, чешская кухня очень интересна, красива, и каждый, кто ее попробует, оценит и будет поклонником этой кухни. Не сомневаюсь. Уверен, вы сразу стали поклонником. Хотелось бы узнать, насколько в Симферополе, в Крыму, в принципе, велика община чешская. Ну, в Чехов, в Крыму насчитывается более полутора тысяч, а вообще, ну, в нашу входит где-то 300 человек, и из них 150 отделяются членами нашего общества. Значит, в Крыму у нас есть 4 компактных поселения чехов. Это Александровка, Красногвардейский район, Лобаново, Джинкойский район, Братская, Первомайский район, где будет проходить праздник, и Симферополь. Вот мне бы хотелось вернуться к празднику. А кто может поучаствовать, вот прийти, приехать на это мероприятие? Мы приглашаем всех, кто заинтересуется нашим праздником, кому интересно узнать о традициях, о народе чешском, о быте. То есть рассказывать, да, будут еще что-то? Да, у нас будет очень интересная экскурсия в музей чешский, то есть это гордость нашего общества, был создан 5 лет назад музей. Там представлены очень интересные экспонаты быта, даже есть экспонаты первых переселенцев, которые датированы 1860-го года. Ну, а также история будет представлена чешского народа, уже живущего в Крыму. Здорово. Побывать. Да, напомните, пожалуйста, еще раз о дату, время. Это 28 сентября, село Братское Первомайского района. Я хочу отметить, что этот праздник еще приурочен к празднованию Дней Чешской культуры в Крыму. И связан в Чехии с Днем Государственности и с Днем Святого Вацлава, который особо почитается в Чехии как национальный герой, покровитель чешских земель. Расскажите поподробнее. Да. Святой Вацлав правил более 11 веков назад и до сих пор очень почитаем чехами. Он считается очень мудрым и дальновидным государственным деятелем. Он завершил очень сложный процесс христианизации чешских земель. А впоследствии он был канонизирован. И один из его таких поступков, это он привез в Прагу мощи Святого Вита. Впоследствии это был построен костел и собор Святого Вита, который стоит в Праге. Это очень знаковое событие. Мы благодарим вас за такую теплую беседу. К сожалению, время ограничено и уверены, что чешская культура будет развиваться. И мы будем все этому содействовать. А мы напоминаем, что сегодня в студии была Наталья Непраш, председатель общественной организации Крымско-культурно-просветительское общество Чехов Волтава.